здравствуйте мои дорогие девочки перед нами белая рубашка обыкновенная белая хлопковая рубашка которая имеется у всех и у меня тоже в том числе жалко мне ее выбросить очень я ее люблю она очень хорошую посадку имеет и хорошее качество но после нескольких стирок она потеряла свой белоснежный цвет и поэтому сегодня я хочу ее задекорировать и декорировать я ее буду с помощью вот такой краски для ткани вот здесь немножечко я уже этой краски развела добавила буквально чайную ложку воды взяла вот такую губку уже я вот кусочек намочила на кусочки решила попробовать и в качестве трафарета я взяла вот кусочек салфетки это обыкновенная пластиковая салфетка резиновая которую кладут на стол там под вазочку например они везде такие продаются мне вот такая вот попалась вот такой у меня кусочек ну что же чтобы не испачкать наш стол мы сначала застелим его клеенкой в качестве клеенки я разрезала просто пакет целлофановый и разложу на нем рубашку если вы думаете что я каждый день декорирую рубашки то это не так так что мы с вами девочки будем делать эксперимент может быть и не получится тогда мы что сделаем как говорила моя мама выкрасим и но мы с вами храбрые бахини храбрые партняшки поэтому бояться нам нечего и мы приступим ничего не боясь рубашка хорошая была но возможно она станет еще и лучше так планочку мы трогать не будем пусть живет поэтому рисунок будем делать хаотично как нам вздумается эта ложечка нам точно не нужно ну ладно уже не буду ее никуда перекладывать ну что приступим вот просто так не придерживаясь никаких правил намочили губку в краске и вперед что получится ну что-нибудь же получится если если девочки не получится то хоть и хотя бы повеселимся канал мой развлекательный веселый вы же знаете я вас всегда развлекаю и почему бы сегодня нам тоже не повеселиться ну что снимаем посмотрим что получилось так это немножко пальцем уже мазнула ну это я думаю не страшно потому что мазнуть здесь можно везде о красота правда ну и поехали дальше мне нравится повторяем конечно желательно надевать перчатки но эта краска акриловая и вообще в перчатках я работать не люблю вы уже знаете девочки я вам уже много всего показывала краска хорошо отмывается с рук смывается я уже пробовала поэтому ничего не боимся ну красота же правда елки зеленые чего нам бояться собственно и и вот так вот аккуратненько продвигая нашу рубашечку мы ее декорируем рукава я декорировать не собираюсь пусть они останутся такими как есть и и немножечко можно будет пройтись по швам легонечко легонечко чистенькой губочкой едва едва ее намочив вот раз мы там уже мазнули то можно будет уголочком этой губочки вот так вот и пройтись по швам чтобы было видно что это так задумано а не просто это наш извините за выражение косяк снимаем ну красота же девочки и таким образом мы всю рубашечку покрываем вот таким рисунком проходим по швам рукавчики не трогаем а потом нужно сделать вот что так написано на краске во первых нужно дать ей высохнуть минут 30-40 но я дам ей высохнуть 40 минут а потом прогладить ее утюгом с обратной стороны 5 минут горячим утюгом затем можно ее через 48 часов стирать и производитель краски обещает нам что краска останется на месте после стирки ну что же когда все будет готово мы посмотрим с девочки что из этого всего получилось ну что мои дорогие вот она я перед вами в новой своей рубашке высушила выгладила все сделала как было написано на краске краску показываю еще раз что производитель краски нас не обманывает через 48 часов можно стирать и краска останется на ткани краска выглядит вот так еще раз вам показываю чтобы не было вопросов я купила ее не в израиле поэтому друзья это мне прислала моя невестка из украины в посылочки так что друзья ищите возможно она есть других странах и вы найдете что-нибудь подобное может быть в израиле продается другая краска такая я просто здесь не нашла в общем вот такая получилась у нас красивая рубашка я надеюсь вам понравилось спинку я оставила беленькой такой как есть но потом похожу немножечко подумаю и возможно и спинку тоже также задекорирую мне очень нравится а вам пишите девочки свое мнение стоит ли повозиться с этой рубашкой или ее нужно выбросить и купить новую вот так ну что же теперь приступим как всегда к нашим похвастушкам прошлый раз я вам показывала магазин меня inspiration и похвасталась что сделала там покупку что не только забрала свою рубашку но еще и сделала покупочку покупочку не показала вот сегодня показываю вот такой замечательный жилетик посмотрите значит цвет у него какой-то серовато розовый с завязочками с кармашками с карманчиком в общем летний жилетик тоненький выполнен из хлопка сзади такая асимметричная спинка в общем все как я люблю я думаю что этот жилетик хорошо впишется во все мои наряды из магазина мия и потому что все вся одежда из мии комплектуется друзья поэтому у меня даже нет сомнений что это хорошая покупка и что она подойдет мне к любым моим любимым штанцам друзья вот такой жилетик в одном из образов я обязательно вам его покажу ну и это еще не все девочки продолжаем по хвостушке с алиэкспресс получила посылку и в ней был вот такой вот замечательный карманчик который я уже благополучно приделала к этому своему ремню плетеному новому смотрите как хорошо он сюда вписался немножечко он зачерненный чуть-чуть отличается по цвету но это не критично и совершенно не видно и думаю что этот ремень будет смотреться еще лучше чем был карманчик на ссылочку на карманчик друзья я оставлю внизу в описании под видео карманчик выполнен из натуральной кожи карманчик этот правда жестковатый но если кто-то собирается его использовать по назначению то я просто не советую потому что ну это невозможно практически хотя внутри находится в нем карабинчик и можно подвесить туда ключи например от квартиры где деньги лежат вот поэтому я например срезала даже этот карабинчик он мне не нужен я ничего не буду туда подвешивать этот карманчик для меня несет чисто декоративную функцию очень я им довольна ремень будет смотреться гораздо интереснее с этим карманом думаю увидим потом обязательно в лучках и это еще не все девочки дорогие мои еще я купила еще один уже не ремень а пояс металлический вот такой вот тут знаете мода циклично мне почему-то напоминает это какие-то девяностые что ли ну скажи скажите мне я уже подзабыла когда носили такие вот ремни металлические с кольцами по моему были в лихие девяностые мы тогда одевались как хотели на голове у нас было что хочешь и яркое пестрое и вот оттуда наверное и эти ремни запомнились мне да и и вот сейчас я зашла в магазин в котором все по 10 шекелей и увидела там вот такой вот пояс пояс или ремень как его назвать нет скорее пояс в общем он металлический тяжеленький хорошая петелька такая крючочек здесь не петелька крючочек такой мощный и здесь вот такие колечки которые дают возможность закрепить это все на бедрах на талии на бедрах в общем размера моим моего размера хватает в общем размер этого ремня хватает для моих бедер вот что я хотела сказать и когда я его покупала они были в разных расцветках и мне они очень очень понравились и я даже стояла долго и думала о том какой себе выбрать цвет девочки и потом решила что желтый а он не совсем желтый а горчичный такой мне подойдет больше люблю я такой цвет он хорошо вписывается во все мои одежды наряды и вообще и вообще солнечный веселый любимый люблю я все желтые оттенки очень люблю и думаю что я в этом плане не одинока вот такие вот покупочки по хвостушке у меня на сегодня друзья мои ну что а теперь я вас хочу поблагодарить за ваши комментарии которые вы мне пишете все читаю на все отвечаю если не пишу например что-нибудь какими-то фразами знаете очень много комментарий а еще не только под последним роликом но еще девочки пишут мне комментарии я ведь теперь начала выпускать маленькие такие короткометражные видео шортс вы заметили уже наверное кто постоянно следит за моим творчеством потому что многие девочки хотят видеть просто образы и поэтому маленькие видео я думаю для тех кому у кого нет времени или нет желания смотреть мои длинные ролики слушать меня ну есть и такие конечно я же не могу всем нравится поэтому видео шортс это как раз для для них и под ними друзья вы тоже пишите комментарии я вам очень признательна и еще друзья вы еще пишите комментарии под теми роликами которые были выпущены много месяцев назад и даже год и два и три и и почти четыре и все равно приходят комментарии я на них отвечаю поэтому друзья если я под вашим комментарием поставила сердечко это означает что я прочла услышала вас и если у вас есть какие-то рекомендации и пожелания все записала и все сделаю для того чтобы вы были довольны и с удовольствием заходили ко мне на канал друзья ну что же а теперь как всегда мы переходим к самой интересной нашей теме это наши два лучка традиционных уже я их собрала но не знаю сегодня они мне почему-то трудно дались и я хочу вам их показать ой друзья забыла еще одну вещь показать сейчас покажу девочки ну чуть не забыла вам показать еще одну похвостушку ну как же так зашла в магазин она джам и купила вот такое вот оранжевое худи мне очень захотелось у меня так мало оранжевого цвета в гардеробе и я его купила друзья тем более была очень хорошая цена предварительная цена была сто пятьдесят девять девяносто ну сто шестьдесят шекелей нет первая цена была двести пятьдесят девять потом было сто шестьдесят потом семьдесят девять и в итоге я купила его за пятьдесят шекелей это четырнадцать долларов вот так вот друзья поэтому это худи очень хорошо вписалась в мой гардероб и мне очень нравится этот веселый яркий и радостный цвет позитивный цвет наш канал позитивный и цвета у нас тоже должны быть позитивны и ну а теперь дорогие мои переходим к лучкам сейчас уже точно как всегда подписывайтесь на канал ставьте лайки дорогие мои за мою работу я очень стараюсь всегда вас развеселить и внушить вам неугасимый дух оптимизма и большую любовь к жизни ну что смотрим друзья этот лучок девочки я собрала из забытых брючек выкрашенных тай-дай помните в прошлом году мы с вами ездили в тель-авив и искали там сокровища в стиле бога и вот эти брючки у меня давно не надевались и вспомнила про розовую сетку которую покупала в магазине mia inspiration и решила сегодня соединить две этих вещи сверху надела короткий топ синий и соединила два шарфа ну не знаю как получилось жду вашего мнения нравится вам такой вариант или нет голубые босоножки беленькая сумочка и синяя кепка куда же без нее мне кажется с кепками образ всегда получается законченный тем более в этих кепках совсем не жарко летом а очень даже приятно а вот второй образ очень необычный для меня такие брючки цветные носила моя мама в 70-е годы такой брючный костюм я помню но ведь мода циклично и эти брючки появились у меня тоже неожиданно в моем шкафу долго лежал кусочек ткани я не знала что из него придумать это хлопок и потом решила пошить вот такие вот брючки и к ним как раз появилась у меня это оранжевое худи все время хотела добавить чего-то оранжевого в свой гардероб и вот девочки смотрите что получилось выношу на ваш суд пишите дорогие мои какой образ вам понравился больше имеет ли право на существование этот образ спасибо вам дорогие мои за просмотр берегите себя увидимся очень скоро пока 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 пока